У Вики Прокопенко патология иммунной системы. Прошлой ночью у неё резко падает уровень гемоглобина. Наступает клиническая смерть. Врачи из этого состояния выводят девочку 20 минут. Сейчас ребёнок в реанимационном отделении. Сначала ребёнок находился на частичном искусственном аппарате дыхания. Сейчас уже самостоятельно дышит с сегодняшнего дня. Я хочу обратиться и поблагодарить людей, которые откликнулись и помогают нам, которые неравнодушны к нашей беде. Шансы на выздоровление ребёнка невысокие, признают медики. Но говорят, что теоретически спасти Вику можно. Значит, есть смысл бороться за жизнь девочки. Это тяжёлый комбинированный иммунодефицит. Он предполагает трансплантацию костного мозга. Это достаточно сложная операция. Но прежде всего необходимо уточнить диагноз. Выяснить, какой именно из сотен видов первичного иммунодефицита убивает ребёнка. Полная диагностика стоит несколько тысяч долларов. К сбору средств подключились и волонтёры. Собираем деньги на диагностику. Диагностика в Беларуси стоит от 5 до 15 тысяч долларов. На сегодняшний день собрано порядка 20 тысяч гривен. Реквизиты для оказания помощи Виктории Прокопенко вы можете видеть на своих экранах, а также на страницах телеканала в социальных сетях. Светлана Пензова, Дарчин Дурович, Новая Одесса. Новая Одесса. Новая Одесса. Новая Одесса. Новая Одесса.